Но сначала новости. А этой ночью на закрытом совещании в Совбезе ООН Россия заблокировала заявления по Сирии, которые подготовили Бельгия, Германия и Кувейт. Как пояснил ТАСС зампоспреда России Владимир Сафранков, Москву не устроило отсутствие признания в документе того факта, что в сирийском Идлибе вообще-то до сих пор хозяйничает запрещенный у нас Аннусра. Ну, конечно, на первый взгляд, блокное заявление для прессы вопрос скорее технический. Но произошло все это в канун очень и очень примечательных событий. Вы обратили внимание на то, что документ по Сирии в Совбезе ООН внесли союзники США, но не сами Соединенные Штаты. В принципе, и так, конечно, бывает. У Америки хватает союзников. Но если иметь в виду, что уже в понедельник в Россию прилетает американский госсекретарь Помпео, то можно предположить, американцы в кои веки осторожничают. Значит, им что-то нужно? Нужно. В МИД России подтвердили, что на переговорах с Сергеем Лавровым в Сочи речь пойдет как раз о Сирии, а также о Венесуэле и Украине. В свою очередь, на сайте Госдепа утверждается, что в повестке еще и контроль над вооружениями, а сам Помпео рассчитывает встретиться еще и с президентом Путиным. Итоги этого визита госсекретаря покажут перспективы организации встречи лидеров России и США, заявили в Госдепартаменте. При этом Помпео, безусловно, опытнейший человек, ну, все-таки бывший директор ЦРУ, но он, безусловно, и в очень щекотливой ситуации. Во-первых, может быть, кто-то из-за праздников это пропустил, но как раз перед праздником было вот что. Очень интересная статья вышла в очень информированной американской газете Washington Post. Оказывается, президент Трамп сомневается в правильности выбранности его администрации агрессивной стратегии и по Венесуэле. Но, в частности, вопросы к советнику по национальной безопасности Джону Болтону. Трамп жалуется, что его ввели в заблуждение по поводу того, как легко добиться смены власти в Каракасе и заменить социалистического лидера молодой оппозиционной фигурой. Дональд Трамп счел, что его помощники недооценили действующего венесуэльского президента Николасо Мадуро. Ну, то есть, ведя переговоры с россиянами, Помпео вынужден решать еще и внутренние проблемы администрации США. Но есть еще одна причина, по которой его миссия, предстоящая, выглядит тем более щекотливой. Дело в том, что в те же дни, когда Лавров ждет в Сочи Помпео, там же, в Сочи, ждут и главу МИД Китайской Народной Республики. То есть, американцы явно видят, они уже не эксклюзив. В общем, похоже, интересный треугольник получается. Но вернемся к тому, с чего мы начинали, к Сирии. Так что там к предстоящим переговорам с партнерами России, США и друзьями из КНР происходит? О том, как люди в форме обеспечивают переговорную позицию российских дипломатов. Наш специальный корреспондент Александр Руденко. По сигналу тревоги пожарные приезжают за 30 секунд. На складе горючего имитация возгорания. Работает команда на предельной скорости. Одни цистерны тушат пеной, другие охлаждают водой. Тактические учения на авиабазе пожарные проводят ежедневно. В любой момент здесь готовы ликвидировать возгорание не только на топливном складе, но и на взлетной полосе, где сейчас базируется в том числе и гражданский флот сирийских авиалиний. Кроме основных задач, российские огнеборцы в республике еще и передают опыт сирийским коллегам. У нас две пожарных команды, достаточных сил и средств, чтобы потушить возникающие пожары на территории. База за четыре года существования из солдатского поселка превратилась в город. Численность населения – военная тайна. Известно, что потребляет МИМИМ в сутки только технической воды почти тысячу кубометров. Воду фильтруют здесь же, на территории городка, превращая техническую в питьевую. Гигантский фильтр скрыт в кузове военного КАМАЗа. Сама машина полностью всего отечественного производства, новее и лучше в вооруженных силах России. И за пределами нет аналогов. Нет аналогов и российской форме, разработанной специально для жарких стран. Облегченная дышащая ткань, цвет с учетом климатических особенностей. Нет проблемы с питанием, работают три столовых. Почти все продукты из России, но овощи и фрукты местные, сирийские. Особое отношение на базе к летчикам, дополнительное питание в обед, ужина и вовсе два. Погода шикарная, все хорошо, техника справляется. Инженерно-технический состав работает на ура на пять баллов. Главной опорой и гордость базы – самолеты. Истребители и бомбардировщики поколения 4++. Своего часа в автопарке ждут «Тигры» и «Тайфуны», техника, от которой в восторге и водители, и механики. Работают машины исправно и практически не требуют ремонта. Техника довольно-таки очень удачная. Прошли немного испытаний в Сирийско-Арабской республике. Показывала она себя на высоком уровне. Послужит еще и командирский УАЗ. Машина уже через пару дней встанет на боевое дежурство. Александр Уденко, Михаил Виткин и Игорь Володин. Вести. Сирия.